Ощущение безопасности это когда они все находятся вместе. Мне кажется ей больше всего хотелось меня отогнать отсюда, чтобы меня не было, а сена осталась. Но вот если бы у нее были рога, то это было бы опасно. Такие миниатюрные черты у него лица. Все сену едят, а тебя держат на руках. Ребята, всем привет! С вами я, Филипп Захаров. Мы находимся с вами на экоферме Захарова. Канал наш называется «Усадьба 4 сезона». И сегодня у нас видео про маленьких ягнят. У нас уже есть подобные видео, но сейчас расскажу не столько про овец, сколько именно про ягнят. Первые дни, месяцы жизни и как они переходят во взрослую жизнь, скажем так. И мы начинаем. Мы специально выбрали такой ракурс. Рядом со мной находятся наши новые мамаши. Вот видишь, она защищает. Новые мамаши и новые жители нашей фермы. Маленькие ягнята. Им сейчас где-то недельки по две. Вот, то есть, в принципе, тоже большие. Надо было снимать неделю-две назад это видео. Но как идет, так идет в жизни. Мы снимаем канал в реальные условия жизни. То есть, на той неделе мы снимали про капусту квашеную, потому что надо было квасить капусту. Если не видели это видео, посмотрите. Мне кажется, оно интересное. Вот, а сегодня про ягнят. Вот это овцы. Это овцы романовской породы. Это традиционная русская порода. Есть свои плюсы, есть свои минусы. Плюс большой в их неприхотливости, в их плодовитости. Ну, минусы там в выходе продукции, скажем так. Какой большой плюс в плодовитости? Овца рожает где-то два раза в год. И в среднем считается, что за год она приносит трех ягнят. Когда они становятся постарше, уже все время практически они по двое рожают. То есть, получается, четыре ягненка за год. Когда рождается ягненок, что нужно сделать? В процессе родов мы практически не участвуем. Может быть, скажем так, можно наблюдать со стороны. Один раз за все время был эпизод, когда нужно было помочь. Мы вынимали ягненка. А все остальные разы овца рожают очень легко. Нужно посмотреть, чтобы отошел послед, как обычно, после родов. Ну, не как обычно. В принципе, может быть, вы не знаете. После родов дают ведро сладкой воды, чтобы мамаша выпила. Послед отошел. Послед надо забрать, чтобы она его не съела. Хотя мне в прошлом видео в комментарии писали, что послед овцы не едят. Все равно, в любом случае, это какой-то продукт не для питания. Его по-любому надо убрать из овчарни. Какие основные моменты, которые уже нам жизнь подсказала? И на нашем опыте мы сейчас поделимся. Может быть, кому-то поможет. А может, кому-то будет просто интересно. Когда ягненок родился, он уже встает на ножки и бежит. Но он достаточно слабый. И в этот момент обязательно нужно отделить малышей от остального стада. Просто во время паники, быстрого движения или борьбы за место у кормушки, малыши могут пострадать. Их могут просто свернуть им шею и все. Поэтому мы разделяем. У нас специально есть так называемые ясли. Вот такое помещение примерно разделено на... Сейчас просто там ведутся работы. Там бык сломал стену. И там ведутся работы. Поэтому там невозможно снять. Поэтому снимаем здесь. Специально небольшой такой закуточек, где содержатся мамаша и ее потомство. Это где-то первые 3-4-5 дней они так содержатся. Они не гуляют в этот момент. Они кушают молоко. Прикормом никакой не нужен. Но нужно понимать, что чтобы ягненок выжил, нужно очень хорошо кормить маму. Чтобы было молоко, одного сена недостаточно. Нужно обязательно добавлять в рацион комбикорм. И обязательно сочные корма. Какие есть по сезону. Вот сейчас будут кабачки, тыквы, яблоки. Все полностью им даем, чтобы она хорошо питалась и вырабатывала хорошее питательное и полезное молоко в достаточном количестве выкормить ягнят. Еще такой вот нюанс. Обязательно надо проконтролировать. У нас был такой случай. У нас одна овца родила трех ягнят. И вот инстинктивно она решила, что она всех трех не выкормит. И она одного выбрала, самого сильного, его кормит своим молоком. А двух других не подпускает к вымени. Этот момент нужно выловить, потому что если это произошло, она их уже не подпустит. Силком их кормить не получится. Тогда их надо выкормить из соски. Овец мы не доим, потому что овцу доить, честно говоря, я ни разу не пробовал. Ну и там молока очень мало. Мы доим коз и в принципе ягнят мы выпаиваем козьим молоком. Первые 3-4 дня они живут с мамой в отдельном помещении. И если погода позволяет, чем раньше, тем лучше. Допустим через три дня. А если холодно, через неделю. Нужно их уже выпускать погулять. Сначала на небольшой промежуток времени. Потом побольше. Вот она, ей сено нравится, а я ей не нравлюсь. И у нее, короче, этот, дилемма. Что делать? Мне кажется, ей больше всего хотелось меня отогнать отсюда, потому что у меня не было, а сено осталось. Но в жизни так не бывает. Любишь медок, люби и холодок. А ягнятам малышня, смотрите, в сторону отошли, стоят, не подходят. Они слушают меня, но, видимо, им пока я доверия не внушаю. Поэтому они просто стоят, смотрите, смотрят на меня. Вот сколько я снимаю видео, он стоит и смотрит, что я рассказываю. Как его надо кормить, как его надо выхаживать. Да, дружок, иди сюда. Нет, скажи, что-то какое-то доверие не вызываю у него. На самом деле доверие вызывает человеку, тех ягнят, которых он поет в соски, которых кормит мама, он никогда не подойдет, мы им не нужны, нам им не интересно. Когда мы начинаем выгул, такой момент, сразу со всей отарой, мы новорожденных с мамашами не выпускаем. Мы выпускаем маму с малышней, если их несколько, то это мамы с малышней со своей. И на отдельном участке, где-то порядка двух недель, они гуляют отдельно от всей отары. И уже потом получается, что они неделю прожили в тепле, в помещении. Две недели они гуляли с мамой, постепенно наращивая время прогулки. И уже позже они соединяются со всем остальным стадом. И в чём они очень рады, потому что овца это животное стадное, и для них ощущение безопасности, это когда они все находятся вместе. Если одна овца отбилась от стада, это для неё риск, что её загрызёт волк. И она обязательно будет изо всех сил пытаться найти своих сородичей, чтобы с ними соединиться, чтобы съели не её, а кого-нибудь другого. Но это вот такое инстинкт самосохранения. Они понимают, что надо просто сбиться в кучу, и волк тогда заберёт самого слабого. И надеется на то, что не ты им окажешься. У каждого животного свои способы защиты от хищников. И сегодня мы про овец рассказываем, а в одном из следующих видео я обязательно сниму и расскажу про коня, про лошадей, про коров, как они защищаются от хищников. Это интересная информация, будет интересно и детям, и взрослым. А сегодня мы продолжаем про овец. Значит, они у нас начинают гулять с мамой. И такой интересный момент. Им не нужно заниматься водить прикорм. Они его сами введут. Вот они сейчас, малыши, подходили, и уже сено, им уже сколько, три недели. И они уже это сено ели. То есть, им чуть-чуть становится интересно, и они сами естественным путём начинают потихонечку переходить с молока на твёрдый корм. Сколько им нужно. То есть, он чувствует, ему интересно. Он поел травку, поел сено. Если ещё ему повезёт, он успеет урвать у здоровых комбикорм. Но это им никогда не везёт, это им не достанется. Потому что, когда большой стадо, что им не поставь, всё равно самые сильные подбираются к еде первыми и съедают всё. Слабым не достаётся. Такая жизнь. Слабым здесь не место. И вот мамаши всегда защищают своих детей. Хотя, вроде бы, это травоядное животное, да, которое боится человека. Но, когда доходит до защиты своего потомства, тут уже всё. Видите, она топает. Ей уже не страшно. Я ей уже не так страшно. Ей главное защитить своих. Да? Ну, вот если бы у неё были рога, то это было бы опасно. А так, конечно, это не очень опасно. Но мы не будем её нервировать, потому что овца такое животное, очень подвержено страху. Очень боятся они. Сейчас мы попробуем, может быть, кого-то из рябня взять на руки. Вот. И показать покрупней. Хотя у нас в других видео это есть, но я думаю, здесь тоже будет интересно. Ягнёнок, он постепенно, вот он сейчас чёрненький. Он постепенно переходит на пастбищное кормление или на кормление сена в зависимости от сезона. И он взрослеет, взрослеет, меняется у него шерсть. У него остаются такие же чёрные лапы. И здесь уже начинает расти серая шерсть. И он становится взрослым. И это происходит очень быстро. Вот. Это происходит через 2-3 месяца. Это уже не маленькие чёрные ягнятки. Это уже вот такие вот подросшие овечки. Ого. Ребята, смотрите. Ну, не так уж она боится и мамаша не атакует. Можно продолжать снимать это видео. Ну, ты не бойся. Не нравится ему, но мы потихоньку попробуем с ним пообщаться и вместе с ним снять видео. Я не знаю, мальчик это или девочка. Но очень красивый. Такие миниатюрные черты у него лица. Тут уже и реснички, и носик. Всё. Вот сейчас у нас получается ноябрь. И вот я его сейчас взял на руки и трогаю. У него уже такая классная, хорошая, мягкая шерсть. Он уже готов к зиме. То есть в природе всё так предусмотрено, что он не пропадёт. Мамка его выкормит, он научится кушать сено. Постепенно перейдёт на другие корма. Но вот что я хотел сказать. Ещё у нас тоже такой есть опыт. Обязательно надо, чтобы рацион зимний у овец был разнообразным. Не надо думать, что на одном сене они протянут всю зиму. Это не так. На сене могут и, собственно говоря, даже с голоду умереть. Потому что недостаточно питательных веществ. Обязательно надо прикармливать или комбикормом. Если есть возможность, мы, допустим, покупаем кормовую свеклу. Ну, какая-то остаётся своя картошка. Ну, сырую картошку мы не даём, варим. Но много им нельзя. Картошки немножко варим для разнообразия, скажем так. Вообще, как бы так устроено, что если будет у них разнообразное питание, то будет и крепкое здоровье. А если будет питание скудное, то, соответственно, и потомство будет слабенькое. И сами овцы будут дохленькие. Поэтому такое, как бы, дело. Если не жадничать и заботиться о животных, то и будет хороший результат. Всё, он уже успокоился. Ему даже интересно со мной пообщаться. Да? Что-то новое. Красавчик. Интересно. Маленькие такие копытца. Но уже настоящие. То есть всё как у взрослых, только в миниатюре. Юля тоже хочет очень взять ягнёнка на руки. Но она в ютубе не снимается, поэтому ей ягнёнка не дадим. Да, дружок? Он даже стал уже меня нюхать. Ребят, если вам нравится такая малышня, если вам интересно это видео, ставьте лайк этому видео. Пишите, пожалуйста, в комментарии, про кого ещё снять. У нас много животных. И мы будем снимать разнообразные про животных. Вот мы снимали много про кухню, много снимали про усадьбу. Сейчас, наверное, пойдёт зима. Будем снимать здесь про наших питомцев. Хотя мы практически про всех уже сняли, но снимем ещё раз какие-то новые факты, новые новости с нашей усадьбы, с нашей фермы. Будем вам рассказывать. Подписывайтесь на наш канал, не упускайте нас. Мы будем показывать, рассказывать, как идёт жизнь деревни. Как здесь всё происходит. Я думаю, это будет интересно. И самое главное, что я надеюсь, что это будет интересно детишкам, которые смогут посмотреть, узнать о том, как растут животные, как они содержатся, что они едят, как проходит их жизненный цикл. Что ты мне показываешь? Мне вот оператор показывает без остановки сердечко. Это значит, что, ребят, ради такой малышни лайкните это видео. Может быть, отправьте кому-то из своих знакомых, у которых есть детишки. Наверное, может, интересно посмотреть про таких милых, классных животных. Да? Если честно, сейчас снимаю это видео. Это очень приятная работа. Мне прямо вот я сижу и улыбаюсь, потому что мне реально как бы очень нравится то, что происходит. Это прямо дарит настолько положительные эмоции, что сегодня праздничный день. Но я с удовольствием вот сейчас снимаю это видео. Надеюсь, вам оно нравится. Видите, я уже приручил эту ягненку. Он уже больше не боится. Ему было интересно ко мне подойти. А теперь он... Теперь он со мной сидит на руках. Ну, с вами был я, Филипп Захаров. Усадьба 4 сезона. Ребята, всем пока. Оставайтесь с нами. Сейчас мы будем показывать дальше маленьких ягнят. Ты, малыш. Все сены едят, а тебя держат на руках. Да? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok